Всем доброго времени суток. Мирекин Наталья и Центр Альфа Омега Плюс представляют вам гороскоп на 19 апреля 2018 года. Луна в близнецах, 4-й, 5-й лунный день. Сегодня день не самый легкий с точки зрения астрологии, но сегодня стоит поискать во всем положительные моменты. Избегайте крайности в суждениях, будьте корректны в общении и не ущемляйте ничьего самолюбия. Демонстрируйте готовность к внутреннему диалогу. Сегодня не стоит начинать новые дела, зато можно завершать давние проекты, учиться, оттачивать профессиональное мастерство, общаться с приятными людьми. Стоит контролировать эмоции и не подаваться на провокации. Хороший день для коротких поездок. Могут также посетить предчувствия. Сейчас понять их будет сложно, но впоследствии вы можете отгадать все, что они будут означать. Хорошо также совершать прогулки и освобождаться от вредных привычек. Укреплять общую энергетику. Из дел советую заниматься сбором информации, рассылкой рекламы, корреспонденции, а также взять консультации, если вы давно хотите это сделать. В любви может быть повышена раздражительность. Суета, много слов, мало дела. По здоровью хороши дыхательные упражнения, прогулки. День благоприятен для тельцов, львов, весов и водолеев. Мене благоприятен для львов, скорпионов и рыб. Я вам обещала рассказать немножечко о вашем гороскопе, а именно о луне. Итак, что такое луна в нашем гороскопе? Наверное, вы уже знаете, что многие гороскопы составляются только исключительно по Солнцу. То есть, когда вы берете гороскоп и начинаете его читать в газете, или когда вы читаете какое-то описание, то вы можете иногда убедиться, что не все соответствует вам. Очень часто бывает так, что люди говорят, это все не про меня. У кого-то описание по солнечному знаку очень сильно совпадает, значит, у вас солнечный знак очень сильно превалирует. Если же описание не про вас, то обязательно посмотрите луну в гороскопе. Луна в гороскопе отвечает очень за многие вещи. Это наша темная сторона, это наша бессознательная, это наша душа, это все, что мы скрываем. Она может говорить о том, насколько человек легко приспосабливается, как он будет вести себя в какой-то определенной обстановке. Луна в гороскопе говорит также о питании человека, а именно о том, какая диета ему показана и как ему вообще лучше питаться. Стоит ли ему, например, переходить на вегетарианскую диету или лучше все-таки этого не делать. Луна также в гороскопе показывает вашу маму, а именно по луне вы можете определить, какова будет ваша мама и какие у вас с ней будут отношения. Для того, чтобы узнать много о себе, достаточно просто построить свою натальную карту. Тогда вы можете увидеть, в каком конкретно знаке у вас луна и посмотреть описание в интернете. Часто время рождения здесь не важно, но стоит обратить внимание на то, если луна переходит из знака в знак, тогда нужно знать четкое время рождения, потому что если луна уже перешла в другой знак, значит она никак уже не может принимать характеристики предыдущего знака, и это стоит обязательно учитывать. Для тех, кто хочет узнать поподробнее о луне, мы приглашаем на вебинар Энессы Кражановской 19 апреля. Ссылочку вы найдете в приложении к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok